Привет всем! Сегодня реально захватывающая новость, которая на самом деле тянет на сюжет для какого-то фильма, какого-то триллера. Ну, если в двух словах, то компания Лего разобралась с компанией Лепин. Ну, вот это в двух словах, а теперь мы с вами будем развивать эту тему, и реально здесь будет на этот раз очень интересное видео, которое вы должны просто внимательно посмотреть и свое мнение об этом написать в комментариях. Итак, как вы знаете, многие компании подделывают Лего, но Лепин одна из самых крупных, и три года там у них с Лего шли судебные разбирательства, вернее у Лего с ними, и вот год назад Лего выиграла у них судебное дело, и все, они должны были после этого перестать подделывать. Но, тем не менее, они продолжили это все делать, собирать себе кассу на продаже подделок, но не тут-то было. Полиция Шанхая осуществила рейд по нескольким складам, нескольким, ну, фабрикам вот этого вот Лепина, и в итоге этого всего арестовала их босса, ну, который как раз больше всего денег на этом и срубил. Конфисковали 630 тысяч готовых продуктов на сумму в районе 30 миллионов долларов. Это ж надо подумать, паль на сумму 30 миллионов долларов. Ну, и мне хотелось заглянуть всегда на фабрику Лепин, понять, насколько, ну, там все, понятно, не круто. Ну, сейчас мы с вами это сделаем. Итак, первая картинка, где все лежит очень аккуратно, сразу видно, подходит компания профессионально к расстановке коробок. Вам может показаться, что это выбросили в свалку что-то не очень хорошее, но на самом деле нет, именно так выглядят условия в этих складах. Следующая фотография, Стар Плен. Не хватило идей на то, чтобы сделать Шаттл Креника хотя бы слегка измененным, но зато Звездные Войны превратили в Звездный План, и этот план, видимо, провалился, да. Ребята, креативный Лепин Брикс 2, ну, это прям очень плохо, я вам так скажу. А комплекты, конечно, по Лего Фильм 2. Все мы их прекрасно узнаем. Далее, вот это все ржавое, грязное, ну, это литники, с них как бы отливают детали, как я понимаю, и в итоге вы радуетесь, что, допустим, вам удалось купить какой-то набор, как есть у Лего, за приемлемую цену. Круто, типа, о, без наценок, но часть вот этой ржавчины и грязи есть в каждом комплекте этой компании. Смотрим дальше по супер изображениям, антисанитария продолжается. Пока вы смотрите, говорю, 90 пресс-форм, простыми словами, литников, было сконфисковано. Вот здесь вы видите кучу наборов, что-то по супергероям слева, Сити, наверное. Ну, ребят, это просто финиш, как бы, и они вот с этим скотчем обмотаны. На этом люди сгребают деньги. Вам кажется, что вы дешево за них заплатили, а на самом деле дешево стоили они в производстве. То есть вы еще и много за них заплатили. Вот целая коробка с Халками, паленые Халки, целая коробка с Капитанами Марвел. Ну, типа, фильм вышел, сейчас надо наклепать этих фигурок и, может, продать их чуть дороже, чем старых персонажей. Дальше. Здесь Ниндзяга. Опять же, куча коробок. Ситис. Это как Сити, только не город, а города. Ну, а вообще, сейчас вы видите сотрудников, да, в итоге рейд был по трем складам, в итоге четыре человека были арестованы. Слушайте, пишите обязательно в комментариях, что вы об этом думаете. Подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.